Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 9 июля, и прежде чем начну наш разбор, я напомню, что сегодня вечером, как и всегда, каждый понедельник проходит детальный разбор текущей ситуации на предстоящую неделю. Поэтому на нашем YouTube-канале сегодня в 18.30 по Москве, Таллину, Киеву, Риге пройдет данный онлайн-семинар, онлайн-стрим, на котором мы обсудим тенденции уже на предстоящую неделю. Ну а пока посмотрим, что происходит локально и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на прошлой неделе в пятницу выходили данные по количеству созданных рабочих мест и сельского хозяйства. На этих данных евро преодолел область сопротивления, которая находилась на отметке 1.17.22, что подтверждает на текущий момент сохранение восходящего сценария по данному активу, и предпосылки движения в область 1.18 сохраняются. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы 5 июля по цене 1.16.71. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. Примерно такая же ситуация у нас и с парой британский фунт и американский доллар. С той же разницей, что у области сопротивления мы торгуемся прямо сейчас. Это отметка 1.31.15. И в том случае, если пара британский фунт сможет закрепиться выше данного уровня, то откроются предпосылки роста уже к следующим целям на 1.34.40. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем также на минимальных значениях пятницы, которые были зафиксированы по цене 1.3.202. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. По паре американский доллар и канадский доллар тенденция нисходящая сохраняется. После выхода данных по количеству созданных рабочих мест доллар только снижается. Сегодня также мы обновили локальные минимумы. Следующая цель по снижению – это область 1.29.58. На текущий момент ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы также в пятницу по цене 1.35.1.3152. По паре американский доллар и японская иена сохраняются предпосылки нисходящего движения по данному активу. И, собственно, пока мы не преодолели максимум, который был зафиксирован в пятницу по цене 1.10.78, сценарий коррекционный нисходящий по данной паре сохраняется. Цели по снижению – это область 1.109.31. Но в том случае, если пара сможет уйти выше максимума в пятницу, откроются предпосылки роста до 1.11.13. Это максимум, который был 3 июля зафиксирован. Ну и далее уже продолжение роста в область 1.11.112. По паре австралийский доллар и американский доллар сохраняется. Тенденция восходящая. Сегодня также после открытия рынка уже смогли преодолеть область сопротивления, которую мы отмечали на уровне 74.43. Что на текущий момент также подтверждает сохранение восходящей тенденции по данному активу. И следующий цели роста – это область 74.83, но далее уже на 75.76. На текущий момент ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы также в пятницу. Это область 73.75. По паре евро-фунт после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы 4 июля на прошлой неделе, сегодня с открытия рынка мы уже видим торговлю ниже минимальных значений пятницы, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу нисходящего движения по данной паре. В том случае, если евро-фунту удастся закрепиться ниже области 88.67, это максимум пятницы, то в этом случае будем ожидать продолжения нисходящего тренда с целями снижения до 88.27 и 87.27 соответственно. По золоту на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Сегодня также торгуемся вблизи максимальных значений прошлой недели. Даже уже обновили область 1261, что на текущий момент также подтверждает сохранение восходящей тенденции по золоту. Следующий цели роста – это движение в область 1273. Ближайший разворотный уровень по последней информации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 5 июля по цене 1251. Нефть марки Brent сохраняет предпосылки коррекционного нисходящего движения на текущий момент. По данному активу мы в пятницу увидели уход ниже минимальных значений 5 июля, ну и соответственно обновили минимум 3 июля. На текущий момент пока мы торгуемся ниже уровня 7869. Максимум, который был зафиксирован 5 июля, тенденция коррекционного нисходящего по нефти марки Brent сохраняется. Предпосылки по снижению – это обновление минимальных значений пятницы, ну и движение по направлению на 7540. По индексу DAX тенденция восходящая сохраняется. Следующий цели роста – это движение в область 12600, ну и далее на 12800. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях пятницы, которые были зафиксированы по цене 12424. Ну и биткоин на этих выходных подошел к области сопротивления, область максимальных значений середины июня. Также здесь мы были и в первых числах июня, но на текущий момент данная область является довольно-таки серьезным уровнем сопротивлений, до момента преодоления которого, важно, точнее после преодоления которого уже тенденция восходящая может быть более продуктивной. Точнее уже вероятность роста до 7900 и 8000, соответственно, будет более интересна. А так, вблизи этого уровня мы можем получить отбитие и, соответственно, продолжение нисходящей тенденции. И в том случае, если цена по биткоину сможет преодолеть минимальные значения в области 6486. Ну а более подробно уже сориентируем на предстоящую неделю. Мы разберем все эти инструменты уже на нашем семинаре, на нашем вебинаре, который пройдет сегодня в 18.30. Поэтому не забывайте подписаться на наш YouTube канал, для того, чтобы получить уведомления о новых видео. Будем прощаться до вечера. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошей торговой недели и увидимся через несколько часов. Всем спасибо и до свидания.